Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про использование укоренителей либо корней стимуляторов при проращивании черенков винограда. А более правильно, мы с вами поговорим об опасности их использования. Но вначале давайте разберем, для чего нам вообще эти самые укоренители. В общем-то виноград за редким исключением прекрасно может укореняться без какой-либо помощи. Так зачем же нам что-то применять? А вот зачем. Если мы используем какие-то такие корни стимуляторы, мы сильно сокращаем время появления этих самых корней и несколько влияем на их качество. Ну так, для примера, в среднем, опять же, без создания каких-то специальных условий, где-то 25-30 дней нам нужно на проращивание черенков. Понятно, многое зависит от условий, от самих черенков, от сорта, от всего-всего. Ну так приблизительно 25-30 дней. А если мы используем корни стимулятор, то корешки у нас появляются раньше. Если мы еще что-то к этому добавляем, например, вот такой прием, как кельчевание, когда мы немножечко подогреваем нижнюю часть, там где у нас должны появиться корни, а сверху у нас будет прохладно, то в таком случае мы корешки можем получить еще быстрее. И где-то начиная с 10-го дня уже вполне возможно их увидеть. И при этом очень часто качество корней тоже будет разным. При естественном проращивании они могут быть более тоненькие, их может быть в меньшем количестве. Как только мы применяем корни стимулятор, у нас корешков появляется больше. Ну вот, исходя из того, что я вам только что сказала, казалось бы, Так очень же здорово их применять и в чем их опасность, если вот мы только выигрываем. А опасность применения этих корней стимуляторов заключается в нарушении равновесия. Смотрите, у нас черенку надо с одной стороны вырастить корешки, с другой стороны вырастить вершки. Да, здесь есть некий запас питательных веществ, которые расходуются на одно и на другое. Когда мы применяем корни стимулятор, то понятно, что основные силы, основная энергия сосредотачивается на корнях. Ну и казалось бы, а что здесь плохого? Появляются корешки, они уже начинают всасывать питательные вещества, и соответственно должна расти верхушка. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Если доза вот этого самого укоренителя будет слишком большой, растение, да, получает сигнал на развитие корней, вы получаете замечательнейшую красивенную щетку, просто вот их тут множество-множество таких красивых, таких классных. Но у растений равновесие. Все ушло сюда. Более того, то, что стимулирует корни, блокирует раскрытие почек. И почки у нас могут просто не раскрыться никогда. Вот, смотрите, какая щетка. Ну, а растение из ниоткуда растение начнет. И, следовательно, мы получаем палочку с классной такой метелкой корней обалденно красивой. Но через некоторое время, когда у нас заканчиваются питательные вещества, корешки эти отгнивают, ну и растение погибает. То есть мы не получаем нужного нам эффекта. Особенно сильно это может сказаться в том случае, если у нас черенок тоненький. Тоненький, еще и коротенький. Ну, всякие же у нас могут быть черенки для укоренения. Там запаса питательных веществ еще меньше. И, в принципе, ну, если бы он проращивался естественным путем, да, он бы, может, выпустил эти один-два корешка. Они бы стали брать питание для небольшой почечки. Ну, и, в общем-то, было бы равновесие. И растение, да, оно может, как бы, медленнее. Но оно бы развивалось и, в конце концов, набрало то, что ему нужно. А так мы это равновесие нарушили. Все силы ушли на корни. А сверху не оказалось ничего. И даже может сложиться такая ситуация, что вы получаете, с одной стороны, вот эту щетку корней, с другой стороны, вроде и какую-то... Здесь я, конечно, ничего не использовала, но просто вам немножечко для примера показываю, да. То есть здесь у нас может быть щетка корней. Здесь даже какая-то раскрытся почечка. Но равновесие все равно нарушено. И если вот корней сильно-сильно много, не факт, что такой черенок потом выживет. То есть даже если у нас, казалось бы, и верх, и низ показал свою жизнеспособность, то все равно при вот таком обилии корней такой молодой растенице может погибнуть. И погибнуть в течение ближайших нескольких недель. То есть, с одной стороны, использование этих веществ – это классно и хорошо. С другой стороны, если мы превысили дозировку, это плохо. Потому что если бы мы не использовали ничего, наши растения бы хоть как-то росли. Если мы дозировку превысили, то, скорее всего, что наши молодые растения погибнут. Так что же нам делать? Использовать или не использовать? Использовать можно. Использовать нужно, особенно если вы знаете, что у вас какой-то сорт, то он не очень хорошо укореняется. Такие отзывы периодически, они где-то появляются. Эта информация открыта. То есть использовать можно. Какой корней стимулятор лучше? Ну, тут часто ведутся различные споры. На самом деле, плюс-минус, они работают одинаково. Разница только в форме, в которой они. То есть есть порошок, есть гель, есть таблетки, которые надо растворять в спирту. Тут вы выбираете то, во-первых, к чему у вас есть доступ. Потому что есть такой замечательный корней стимулятор CloneX GEL. Например, в Беларуси его нет в свободной продаже. Есть такой корней стимулятор ризопон. Вот он на территории Украины не продается, в Беларуси тоже он не продается. То есть у нас самое доступное – это корневин. И вот этот даже бюджетный корневин показывает прекрасный результат. Но, повторюсь еще раз, очень важна дозировка. И надо понимать, что все вот эти корни стимуляторы и те инструкции, которые к ним пишут, они созданы для тех растений, у которых действительно есть сложности с корнеобразованием. У винограда, в общем-то, таких сложностей нет. Поэтому, значит, если мы используем гели, например, тот же CloneX GEL, то лично я рекомендую, опять же, исходя уже из своего опыта, его разводить. В прошлом году я даже делала такое сравнение различных вот этих корней стимуляторов, как они работают. И там я не помню, CloneX я пришла или к концентрации 1 к 50, или 1 к 100. Представляете, во сколько мы разводим? В итоге, я бы вам рекомендовала, если он у вас уже есть, разводить 1 к 200 на 2 часа. Вот этого будет более чем достаточно. Да, мы немножко стимулируем корнеобразование, мы получим нормальные корешки, и при этом у нас точно не будет перебора дозы. Есть рекомендации, как-то там обмазывать кисточкой. Лично я этого вам делать не рекомендую. Почему? Потому что, во-первых, это, ну, скажем так, достаточно трудозатратно. Конечно, если 2-3 черенка, то можно и посидеть. Ну, даже если 10-15, уж тем более 20, то сидеть с кисточкой, ну, лучше это время потратить на что-то другое, более полезное. Это раз. Во-вторых, опять же, рассчитать вот эту вот дозу, сколько вы сюда нанесли, может быть проблематично. Где-то попадет больше, где-то попадет меньше, и каждый черенок, но это отреагирует по-разному. Конечно, кто-то успешно пользовался таким способом, ну, повторюсь, лично я не рекомендую. Следующий корневин, он у нас продается в порошке, и стандартная рекомендация, это обмакивание черенков в этот порошок, ну, и стряхивание лишнего. Смотрите, что происходит. Мы ведь черенки перед этим вымачиваем. Соответственно, они у нас какие? Мокрые. Если мокрые, значит, порошка берется много. То есть, в идеале, их надо как-то просушить, тратить на это время, либо чем-то промакивать, тратить на это время, и все равно. Каждый черенок возьмет этого порошка разное количество, и рассчитать правильно, да, как вы его окунули и как вы его обмакнули, тоже сложно. И моя рекомендация, опять же, исходя из моего опыта, это сделать раствор этого самого корневина в воде, подержать черенки некоторое время, ну, и после этого уже ставить на укоренение. Так будет проще, так будет надежнее. Есть еще вот такой укоренитель, корень супер, он вообще еще идет в гранулах. Я рассказываю сейчас то, чем пользовалась лично я. Ну, в гранулах, понятно, мы вообще никак его не окунем, потому что там гранулы миллиметра полтора, два такие, то есть там однозначно раствор, и все, это будет нормально, хорошо работать. Есть еще другие средства, повторюсь, там ризепон, что-то еще. Какой бы укоренитель вы не выбрали, все равно лучше его разбавьте. Подстрахуйтесь, потому что, если вы проращиваете какие-то редкие сорта, которые, ну, черенки вы купили за такие достаточно серьезные деньги, то потерять такие черенки будет жалко. Поэтому будьте осторожны. Что касается каких-то народных средств, там, мед, ивовая вода, вот с этим, конечно, все гораздо проще. Как бы, передозировать сложно вот эти вещи. Но, честно говоря, мед в прошлом году я попробовала, мне не понравилось. Корни там появились позже всего, даже позже, чем если бы они появились в обычном состоянии. Ну, а что касается ивовой воды, лично я ее никогда не использовала. Если хотите, попробуйте. На чем основано? На том, что ива сама по себе вообще замечательно прорастает. Когда она стоит в водичке, она тоже туда выделяет вот эти самые гормоны, которые стимулируют корни образования. Ну, я думаю, что создать такую ситуацию, когда этих гормонов будет слишком много, вот этих корни стимуляторов, в таком случае будет достаточно сложно. Поэтому, если как бы не ленитесь, плюс у вас где-то рядышком и вырастут, можно пробовать вот этот точно способ безопасный. Но во всем остальном, напомню, пользоваться можно, только осторожно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам замечательного укоренения черенков. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!